И вновь о ситуации с планами освоения территории у горы Гасфорта. Группа горожан опровергла тезис о том, что водоем там не проточный. Напомним, такое мнение высказывали в ходе общественных обсуждений строительства парка «Патриот» на этой территории. Его озвучили сторонники застройки местности. Группа горожан провела фотофиксацию русла речки Сухой. Фотографии севастопольцев свидетельствуют, водоем у горы Гасфорта, как и раньше, питается речкой. А далее вода попадает в реку Черную. Люди, которые там квартируют на сегодняшний день, они отлично знают, что из-под дамбы прекрасно течет полноценная сухая речка. Я в картинках это вам показал, я предоставил фотографии и видео даже предоставил. То есть самой сухой речки ниже по течению, чем дамба на горе Гасфорта. У нас масса ссылок и свидетельств о том, что вода из водохранилища на горе Гасфорта неоднократно применялась, использовалась в городе. В частности, Иван Ермаков упоминает об этом, что в 92-м году она применялась. И в 14-м году ее тоже использовали. Это роскошное совершенно место. Это тот самый заповедный Крым, который я люблю, обожаю и всячески пропагандирую. Вы ходили фотографировать, делать фотофиксацию не в одиночку? В этот раз уже нет, потому что 25-го числа был инцидент, когда охранники, которые там в районе озера на сухой речке хозяйничают, напали на женщину. Заявление в милицию, гипертонический криз, потому что дама оказалась абсолютно не готова к такому развитию ситуации. Да, и фотоаппарат разбили еще. Но это уже как бы дело второстепенное, потому что главное, что какие-то посторонние, в общем-то, случайные люди обидели, оскорбили женщину, активного участника русской весны, награжденную за русскую весну. Продолжение следует...